Как сделать дешевле производство экологически чистой продукции? На этот вопрос нижегородские ученые намерены дать свой ответ в проекте «Экотерритории Агро-2013». Хорошее качество складывается из ряда производственных процессов, начиная от самих технологий выращивания сельскохозяйственных культур. И в понятие технологий выращивания сельскохозяйственных культур мы включаем понятие как экологизации, так и ресурсосбережения, так и элементы биологизации. Иными словами, цель проекта – изменить способы производства овощей, зерна, молока и мяса. Во-первых, в растении и водстве планируют отказаться от использования химических удобрений, а поднимать урожайность будут за счет использования новых сортов и удобрения органического, обычного навоза и растительной массы. Ресурсосберегающим технологиям ученые уделяют отдельное внимание. Все то, что можно использовать на полях и в коровниках, выкидывать нельзя. Частично это решит проблему утилизации отходов животноводства. Ресурсосбережения также позволит снизить издержки, благодаря чему цена на экологически безопасную продукцию не будет высокой. Для всей продукции, которая будет производиться на экобезопасных предприятиях и территориях, разработают специальный лейбл. Такая маркировка поможет разобраться в качестве продукции, да и продать ее будет проще. Где берегут свою репутацию и свой имидж, производство хорошего качества продукции, готовы эту продукцию покупать. У нас даже такие заинтересованные лица появились. Сам факт, что если производитель вот этой говядины будет иметь наш сертификат, наш знак, то у них рынок сбыта уже открыт. Экономический эффект от программы пока еще не просчитан до конца, но эксперты считают, что экологически безопасная продукция будет привлекательна и на внешних рынках. Еще нет такой активной заинтересованности массового сельхозтоваропроизводителя именно в этом подходе. Если мы объединимся всем миром и докажем экологическую составляющую продукции сельского хозяйства Нижегородской области, то, собственно, наш рынок открыт и на другие площадки. В условиях ВТО, куда Россия вступила совсем недавно, интерес к продукции местного производства, которая зачастую дороже привозной, сохранять непросто. Сотрудничество с учеными уже начали некоторые нижегородские агроконцерны. Продукция с новым лейблом экобезопасности появится на нижегородских прилавках уже в конце этого года. Алексей Александров, Алексей Завелов. Объективно. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова